В Самаре женщина перевела мошенникам деньги, взятые в кредит. В полиции 58-летняя кладовщица рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился менеджером одного из банков. Неизвестный сообщил, что мошенники пытаются на ее имя оформить кредит. Для отмены операции необходимо взять встречный кредит и временно перевести деньги на безопасный счет. Женщина взяла в кредит 1 миллион 900 тысяч рублей и перечислила на указанный счет. Поняв, что ее обманули, обратилась в полицию. В Самаре увеличился спрос на психологов. Так, с начала года в России работодатели разместили более 7 тысяч вакансий. Потребность в психологах в общем по стране за год выросла на 43%. В Самарской области спрос на психологов за год увеличился на 102%. В среднем по России на одну вакансию для психолога могут претендовать сразу 44 специалиста. В Самарской области – 53. Для сравнения, норма для рынка труда – 5-7 человек на рабочее место. В Самарской области на нескольких участках федеральной трассы М-5 «Урал» временно ограничили движение больше грузов и автобусов, сообщили ФКУ «Поволж-Управтодор». Закрыт проезд на участке Москва-Челябинск с 802 по 945 километр под Сызранью, а также в Сызранском и Ставропольском районах. Кроме того, федеральную трассу перекрыли на участке с 945 по 982 километр возле Тольятти, Жигулевска и в Ставропольском районе. На этих дорогах грузовики и автобусы не смогут проехать до 14.00 22 ноября. В Самарской области диспансеризацию прошли более 1 миллиона человек. В Минздраве регионы считают профилактические осмотры важными для здоровья, ведь своевременное выявление хронических заболеваний и факторов риска их развития помогает эффективнее проводить лечение. Для работающих граждан поликлиники открыты в вечернее время и в субботу. Жители сел могут пройти диспансеризацию в своем ФАПе. Для записи необходимо обратиться в поликлинику. В Роскачестве рассказали, как уберечь от мороза смартфон. Устройство чувствует себя максимально комфортно при температуре выше 0 градусов. При более низких температурах смартфон тормозит и батарея быстро разряжается. Если вы находитесь на улице, лучше держать телефон в кармане. Если вам нужно совершить звонок, используйте блютуз-наушники. Сохранить смартфон и планшет в тепле поможет и специальный термочехол. Экраны другие детали смартфона из-за холода становятся более хрупкими и их легче повредить. Приближается время самой крупной распродажи года. Это период с 24 по 30 ноября. Ритейлеры в это время предоставляют максимальную скидку на большую часть своего ассортимента. Именно в этот период активизируются сетевые мошенники. Покупателей завлекают цену и заставляют совершить ряд необдуманных поступков. Например, ввести данные банковской карты или код подтверждения операций. Одна из наиболее популярных схем – создание поддельных интернет-магазинов. С их помощью мошенники могут получить конфиденциальные данные граждан, адрес, номер телефона или банковские сведения. Врачи предупреждают, бесконтрольный прием антибиотиков увеличивает риски развития заболеваний, аутоиммунных, например, язвенный колит и болезнь крона, аллергических, таких как пищевая аллергия, атопический дерматит. Антибиотики нарушают баланс микробиота кишечника, уменьшают ее разнообразие. Ненадлежащее использование препаратов вызывает устойчивость бактерий к антибиотикам, что делает лечение неэффективным. Принимать антибиотики следует только по рекомендации врача. Нужно строго соблюдать правила приема препарата. Принимать полный курс антибиотиков без перерыва, даже если появились признаки улучшения состояния здоровья. Продолжение следует...